Здесь вроде трансляция идёт, просто я ещё записываю на камеру обычно, сейчас забыл включить, вот, и, значит, для этой трансляции я как раз уже это сказал, в общем-то, но повторю, те три слова, что получил от Господа, вот как раз вот и в записи на камере будет это теперь тоже. Три слова очень простых, я люблю тебя всегда, кстати, вот это всегда, оно было как эхо, что ли, какое-то, я сегодня это сравнил, кстати, в собрании, говорю, братья, это похоже было, знаете, как будто эхо такой, как отголосы какой-то, но это так приятно, так удивительно, я люблю тебя всегда. И подпись такая, как бы подпись, твой небесный папочка, Бог папочка, Бог отец мой, Бог папа, и Он любит меня всегда. Вот, второе слово было такое, я искупил тебя, и как подпись, твой брат Иисус Христос. Я понимаю, что Он брат, но вот, я понимал всегда, так вот, ну, что Он брат мой, среди прочего, Он и Учитель, и Господь, и все, но Он и брат мой. Но чтобы это было вот так вот, честно говоря, для меня это было шоком просто, шокирующе было. Просто было, на самом деле, и до сих пор, честно говоря, до сих пор, прошло там пару недель, я до сих пор, как вот в украинском говорят, у захвате, знаете, у захвате просто. Я просто захвачен этим всем переживанием до сих пор. И сегодня на служение попробовал я поделиться всем этим тоже. Ну, потом посмотрите уже видео. Вот, завтра уже, наверное, посмотрите. Вот, значит, и третье слово, первое вот от Отца, как бы, второе от Сына, и третье вот, как бы, от Духа Святого. Я вот так это могу понять, ну, и понимаю так вот. А третье слово звучало так, как будто мысль такая, голос, мысль такая. Вот. Что я всегда с тобой, Божий Дух Святой. Кстати, вот, отец Алексей здесь на связи у нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Я, ну, чё, звоню, вы, Презурь, Валичи, напомните мне, Андрей, брат Андрей, из Белоруссии, подал мне эту флешку, не флешку, как она называется, пошел телефон сюда заставлять. А, симка. А, симка. Симка два. А. Всё, хорошо, да. Вот, отец Алексей, я сейчас на связи как раз, сейчас онлайн, вот в эфире сейчас. Вы можете пару слов сказать как раз, вот, ну, благоставить тоже людей как раз, благоставить братьев, сестер. Я сейчас делюсь как раз вот этим служением, что было у нас сегодня. Вот, рассказываю немного, вот, значит, и об отца Викторе, как он поделился словом, немного вас вспомнил сегодня. Вот, значит, и, значит, вот делюсь тем, что вот я сегодня открывал через, вот, ну, Слово Божье, значит, ко мне делился. Вот, прямо сейчас, я вас сделал на громкую связь, поэтому вас теперь слышат. Вы пару слов скажите, пожалуйста, тогда братьям, сёстрам. Да. Аминь, слава Богу. Ну, что я хочу сказать, дорогие, возлюбленные, брати и сестры. Хочу сказать, что нас Бог сильно-сильно любит. Аминь, аллилуйя. Вот. Аллилуйя. И любовь не в том, что мы любим Бога, а что Он полюбил нас. О, да. Вот, так что, слава Богу. Слава Богу. Да, в этом Божья любовь, да. И Он полюбил нас, когда мы еще были грешными. Аминь. Когда мы тем паче оправдались кровью Сина Его, так Он нас еще больше любит. Аллилуйя. 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 Слава Богу, слава Богу. Да. Спасибо. Спасибо. Но слава Богу, да. За все слава Богу. Отец Алексей, я сейчас эфир еще немного побуду, полчасика, потом вам перезвоню, хорошо? Добре. Добре, да. Да, дякую с Богом. Вот. Это наш благочинный был на связи сейчас. Отец Алексей Прошак. Тоже, кстати, для тех, кто не знает, значит, это наш благочинный киевский. Запишите телефон его. То, значит, если, допустим, нужна молитва, так, экстренно, что-то срочное такое, вот, значит, связаться со мной, с нашей епископией, архиепископией, то вот телефон, с которым он сейчас звонил, как раз, Киев-Старовский, это как раз номер, который я публикую везде, вот. Но, может, кто не знает еще, то запишите, пожалуйста. Если вы звоните из-за пределов Украины, за границей, да, то код Украины плюс 3,8. Да, Дим Димыч пишет, я сатанист. Ну, слава Богу, Господь любит всех, и сатанистов, и всех любит. Вот. Вот, можете позвонить, как раз, для молитвы, да, вот, за вас тоже, значит, значит, код Украины плюс 3,8, значит, код Киев-Старовский, значит, 0,67. 3,2,3,3,1,2,1, значит, 0,67, код, значит, сам телефон 3,2,3,3,1,2,1, вот, слава Богу. Вот, это наш благочинный отец Алексей, вот, и он поделился словом, таким потрясающим словом. Вот, ну, Дим Димыч, вы, значит, знаете ли, с вами отдельно надо будет подискутировать, может быть, пообщаться, не знаю, как-то подружиться, познакомиться, буду очень рад. Вот, я служу и сатанистам, в том числе, тоже, значит, там, значит, и атеистам, и всем, всем, всем. Вот, проповедую Слово Божье, рассказываю о том, что Бог очень любит всех нас, вот, и за нас, за всех, и за сатанистов, и за православных, и за баптистов, и за атеистов, и за коммунистов, и за демократов, и за всех, за всех, и за богатых, и за бедных, и за умных, и за глупых, за всех, за всех абсолютно. Действительно, Он доказал свою любовь, что пролил за нас свою кровь, искупил нас, и спас нас, значит, действительно, ну, Его инициатива, тем самым Он доказал навсегда свою любовь. До Христа, до Иисуса Христа, человек имел, ну, какое-то оправдание, знаете ли, сомневаться в любви Божьей, вот, значит, но имел какое-то, ну, объяснение, что ли, вот этому всему, но две тысячи лет назад произошло чудо всех чудес. В Новом Завете написано, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так Он возлюбил мир, то есть Он доказал свою любовь к нам, к роду людскому, ко всему человечеству, отдав самый дорогой жизнь свою, кровушку свою за нас пролив. Вот, и это действительно великая надежда, великая радость для всего рода человеческого. Вот, даже, когда вот рождественские гимны поются, вот, скоро в Украине будут тоже петь уже рождественские гимны, то там, значит, поется, значит, Вифлые меднесь Мария Пре... А, еще, Новоради стала... Слышали песню такую, да? Новоради стала, як небувала, Над веротепом звезда ясна, Святого виза сяла... И дальше, и дальше. Вот, действительно, что великая радость пришла в этот мир с рождением Спасителя Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Да, много очень хороших песен таких, я очень люблю вот эти рождественские гимны, вот, они на разных языках звучат, особенно в Украине, особенно в Западной Украине, это просто сказка. Вот, я очень Богу благодарен за это. Вот, и делюсь, кстати, сегодня делился Словом Божьим, и вот, и для всех подключающихся, подключившихся, или кто будет смотреть уже в записи, потому что сразу после прямого эфира все эти видео, они сохраняются автоматически на моем канале. Православие, дай Бог вам здоровья. Спасибо, спасибо, братья, сестры, да, за пожелания. Вот, и, действительно, Божья милость, она к роду людскому очень великая. Вот, Божья благодать. И вот я поделился сегодня этим Словом, которым живу эти вот последних пару недель уже, живу этим откровением. «Я люблю тебя всегда, твой небесный папочка, Бог, Папа». Потом второе слово «Я искупил тебя, твой брат Иисус Христос». И третье слово «Я всегда с тобой, Божий Дух Святой». Такая подпись. Вот, и эти три слова, они изменили мой мир, мой внутренний мир. Я делюсь этими словами, значит, с братьями, с сестрами. Сегодня постарался поделиться, мне кажется, сегодня больше получилось об этом рассказать, вот, поделиться от сердца к сердцу. Но, дай Боже, может быть, уже следующее воскресенье, не знаю, на собрании. Я постараюсь еще отдельно об этом, ну, как бы, программу такую написать, потому что душа после смерти. Вот, а вопрос такой еще, куда попадает душа после смерти? Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Не скажу. А Христос – это Бог или посланник? Вы знаете, такие вопросы... Знаете, друзья, очень серьезные вопросы. Из Библии, из Божьего Слова, вот, насчет Христа Иисуса, говорится о Нем, как и о посланнике, говорится, как и о Боге, по-разному говорится. А о посмертной судьбе человеческой тоже не все так просто. Знаете, это только лишь вот в религиозных теориях оно все так просто, и в сказках там всевозможных, и в фильмах ужасов оно все очень просто. Вот, в реальной жизни гораздо все сложнее. Библия, Божье Слово, вообще очень мало говорит о посмертном состоянии, как бы, человеческом. Я сам пережил смерть, я знаю, о чем говорю, я знаю, что такое выйти из тела, умереть, наступает смерть, когда тело твоего, тело без духа мертво. Я знаю это не понаслышке, я сам пережил эту смерть. Вот, я знаю, что такое умирать. Это было у меня еще в подростковом, так говорится, возрасте. Вот, неполных 13 лет, когда я пережил смерть. До того я о Боге ничего не знал. Есть мое свидетельство. Можете здесь же на канале, на моем канале посмотреть как раз мое свидетельство. Оно называется «Мой путь к живому Богу». Ну, там наберите. Вот, и я об этом рассказываю. А есть еще, тоже на моем же канале, есть еще другое видео, называется «Посмертные переживания». Называется «Посмертные переживания». Я там конкретно рассказываю непосредственно именно об этих переживаниях смерти. Как я умер. Я умер в неполных 13 лет. Смерть наступила моя от двусторонней пневмонии, воспаления легких. Оба легких отекли, и наступила смерть. Вот. И закончилась моя первая часть моей жизни. Вот. Вот таким образом трагичным. Молодой еще совсем мальчик, подросток. И вот, еще и не жил еще. Вот, знаете ли. Но смерть не щадит никого. Ни старого и даже ни малого. Вот. Вот так вот. Но каким-то удивительным образом вот это переживание, вот эта смерть даже, она послужила во благо всему. Вот. Я... Мне сейчас вот... Сколько мне? 48, 49 будет. Я... Ну, почти 50 лет. И я вот живой, здоровый перед вами. Проповедую. Слово Божье. У меня шестеро детей. Внук растет уже. И я уже дедушка уже в этом году стал. В начале этого года, 17-го. Вот. Я благодарю Бога за милость его. Я благодарю Бога за милость его. Как думаете, до скольки люди максимум могут дожить? Тоже. Наш праотец Адам, он жил почти тысячу лет. 900 там с чем-то лет, значит, ну, как бы, вот, а вообще в Библии говорится, что после там уже всего, Бог определил нам 120 лет. Христос Искупитель, Агнец Божий, слава вся Ему. Аминь. Вот. Я вижу ваши подписи, вижу, они у меня всплывают. Как вот в окошечке таком всплывают. Вот. Благодарен Богу за ваши комментарии, за ваши слова, пожелания, вопросы. Вот, значит, более подробно, конечно, вот, детально в таком интервью, как бы, в эфире, прям, ну, не передашь все, конечно. Как так тысячу лет? Ну, не тысячу, но почти, да, ну да, тысячу, почти тысячу лет. Наш пра-пра-пра-пра-пра. Пращур наш, Адам, прожил и Ева, значит, вот, почти тысячу лет прожили, 900 с чем-то лет. Так что, вот, удивительная вещь, конечно, сейчас Бог определил нам 120 лет, будем так говорить, вот, жизни нашей. Вот, значит, то есть, вот это уже, как бы, насыщенный днями, будем так говорить, человек. Как Моисей, пророк Божий, определил, прожил жизнь 120 лет. Вот, 40 лет он был, значит, там, получается, в Египте жил, значит, 40 лет, во-вторых, он уже в пустынях жил, вот, и последних 40 лет он служил Господу. То есть, 80 лет Бог его призвал на служение. Так что, вот так вот, даже если вам 80 лет, избавляйтесь от димберских настроений, будем так говорить. Может, Бог вас еще только призовет как раз к служению особенному какому-то, слава Богу. Да, вот, и, конечно, Божья милость велика, и самое удивительное, что не только эта временная жизнь в его контроле, и он благоставляет нас, людей, на этой земле, вот. Вот, но самое потрясающее откровение из Библии, из Божьего Слова, что он дает нам жизнь не только временную, но вечную жизнь, вечную. Даже не тысячи, даже не десятки тысяч лет, даже не миллионы, не миллиарды лет. Бесконечности, впереди вечная жизнь. Вот это самое удивительное вообще, что я из Библии знаю, из Божьего Слова. Поэтому, и при том, не просто какая-то временная, красивая и счастливая жизнь, а вечная, бесконечная, счастливая, красивая, полновесная жизнь. Слава Богу, в присутствии Божьим, с нашим любимым Отцом, с Сыном Иисусом Христом, призраки вызывать, зачем оно вам надо, как бы, абсолютно не стоит, вот, этим увлекаться, потому что заниматься, потому что это спиритизм называется, да, правильно, если я понял, если вот ваш вопрос-то, спиритизм, ну, это заигрывание, знаете ли, с бесами. Это все равно, что курить на бензоколонке, даже еще более опаснее даже, честно говоря, потому что до добра не доводит никогда общение с бесами. Наше общение, если мы верующие, христиане, должно быть с Духом Святым, наше общение должно быть с Иисусом Христом, с Божьим Словом мы читаем, вникаем в Слово Божье. Наше общение в Духе, но все общения, там, попытки общаться с бесами, общаться с Духами умерших, ну, это настолько, ну, примитивно. На самом-то деле, настоящее духовное общение, это общение именно с Духом всех духов, с Богом всех богов, с Господом всех господствующих, с Духом Святым, вот, с Ним настоящее наше общение. Вот, достойное человеческое великое общение, слава Богу. Потому что бездна бездну призывает. Человек, он ни религией, ни оккультизмом, ничем, он не может, ну, заполнить свою душу, на самом деле, слишком бездна велика, чтобы заполнить ее даже такими духовными какими-то вещами, там, значит, поддим, ну, как бы вот. Потому что только лишь подобное подобным может быть удовлетворено. А мы созданы по образу подобию Бога. Поэтому только лишь, вот, именно, действительно, Богом можем быть удовлетворены. Вы верите в призраков? Я верю в Бога, знаете ли, я верю в Бога, и, значит, вот, бесовский мир, да, он реальный, конечно же, не только Бог реальный, и дьявол реальный, значит, но у меня с бесами короткий разговор. Пошел вон во имя Иисуса Христа. У меня нету с террористом переговоров, абсолютно, с террористами переговоров не веду. А бесы, те же самые призраки, всякие бесы, всевозможные, там, их всякой нечисти полно. Вот, это все, знаете ли, это террористы, которые мучают людей, и которые... Фиксиков. Нет, думаю, это уже лишний вопрос такой уже. Вот. Это наподобие Домовы, что ли, так понял, что ли? Спасибо Богу за реформу православия, вот еще Андрей написал перед тем. Да, я действительно об этом переживаю, постоянно переживаю, значит, молюсь, потому что для меня реформация в христианстве, это в первую очередь реформация в православии. Конечно, знаете ли, все люди молятся, ну, будем так говорить, о своем, будем так говорить, молятся, действительно, вот именно, ну, как сказать, за свои конфессии, динаминации, это правильно, это благочестиво, это правильно. Но, настоящая, вот, все-таки, я думаю, молитва, она за все тело Христа, безусловно, и поэтому я молюсь не только за православную церковь непосредственно, православие, но и за все христианство молюсь вкупе, в целом. Потому что для меня это очень, действительно, важно, слава Богу. Вот еще от фиксика вопрос, заниматься православием. В юности еще начал заниматься православием, значит, ну, как в юности, ну, 30 лет назад, чуть больше. Если имеется в виду служение православной церкви, для меня это не просто заниматься православием, для меня это служение Богу, служение Господу. Вот, как православный церковнослужитель, ну, я художник вообще по своей специальности, художник. Для меня мой язык, вообще-то, это кисти, краски, холсты, живопись, графика, но в основном живопись, пейзаж, для меня это мой язык. И таковым я был всегда, значит, до 88-го года. И вот в 87-88-м годах, как раз на рубеже, ну, ровно 30 лет назад, получается, как раз. В конце 87-го, начало 88-го годов, моя жизнь, как художник, она очень сильно изменилась. Потому что я оставил холсты, краски, кисти, тогда, значит, и полностью ушел в церковное служение православное. Вот, и посвятил именно себя служению Господу уже не в мастерской художественной, не с красками и кистями, а именно вот в церковном таком храмовом служении, в церковном православном служении, как церковнослужитель. Значит, слава Богу за реформы в православии, люди должны знать правду о Боге. Аминь, аминь. Слава Богу. Да, и вот, значит, я служу в разных городах, вот сейчас это город Киев, Киевская архиепископия, приглашаю всех на служение. Каждое воскресенье у нас нет своего храма здесь, но мы арендуем помещение возле метро Кловская, станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского 6. То есть, это предприятие общества слепых, УТОС, четвертый этаж, вход через проходную, поднимайтесь и вот, наверное, сейчас опять от нашего благочиненного сообщения, наверное, или нет. Так, а, это, значит, вот, и тоже можете звонить, сообщать, значит, вот, связь со мной держите. Номер я продиктовал, да, правильно ведь? 067-323-3121, вот этот номер. Можете сообщения мне писать, значит, смс, значит, или же, допустим, звоните. Непосредственно телефон у нашего благочинного, как раз номер этот, я везде публикую этот номер для контакта, для общения, вот, и когда прямой эфир совершаем, тоже, тоже как раз публикую его. Ну, слава Богу. Но сегодня благочинный не смог быть со мной здесь, вот, в студии, ну, вот, в такой импровизированной нашей такой студии, епархиальной, вот, слава Богу. Да, друзья, братья, сестры, приглашаю, да, к такому размышлению, значит, Дим Димыч, ну, я не знаю, откуда у вас такая информация, но, я думаю, вам кто-то очень сильно, как говорится, это, как это говорят, лапшу на уши повесил. Надо снимать эту лапшу как можно быстрее. Практикуете ли вы молитвы по телефону? Конечно, и по скайпу, и по телефону, значит, вот, по интернету, вот, и часто бывало, что люди получали исцеление, освобождение от бесов, исцеление, как раз вот тоже, и по, и в прямом эфире, и по телефону, и по скайпу. Поэтому, спасибо Богу за все слава. Вот, поэтому, если, как и нужды есть, вопросы, то, ну, как бы, о чем помолиться, то не стесняйтесь, значит, пишите. Потому что, когда мы во свет выносим вот эти нужды, свои проблемы, да, не варимся просто в своем сыку, каждый, да, а выносим на свет, а дьявол этого очень сильно боится. Значит, и, действительно, значит, действительно, когда мы во свет выносим, мы тем самым признаем, как бы, и осознаем, еще лучше осознаем, что, действительно, без Него, без Бога мы ничего не можем сделать. Вот, и вопросов много, я извиняюсь, просто у нас будет времени не так много сейчас. Вот, я постараюсь лишь на некоторые вопросы ответить, но, по поводу крещения Духом Святым, вот, это очень такое отдельное учение, есть мои темы непосредственно, где я об этом учу. Когда Иисус уходил, помните, записано в Евангелиях, когда Иисус уходил, возносился, то Он говорил ученикам Своим, что Он говорил, помните, что проповедуйте Евангелие всякому творению, всем, то бишь, вот, и Он говорил так, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Это очень серьезное заявление, конечно, и сам Иисус Христос, так, сейчас я продолжу, секундочку, я подключу зарядное устройство, потому что на телефоне батарейка уже садится, и сейчас может прерваться связь у нас. Вот, все, теперь не прервется, теперь я подключил зарядное устройство, поэтому теперь, значит, устройство, телефон будет заряжаться. Хорошо, с которого идет трансляция сейчас. Так, и, дамы и господа, братья и сестры, возлюбленные, вот о чем я хочу сказать, напомнить всем верующим, во-первых, хочу напомнить, что Иисус, когда уходил, Он говорил о том, чтобы мы шли и делали учеников, проповедовали Слово Божье, обращали народы, и чтобы крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, уверовав, чтобы мы крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Господня. Вот, и там стоит слово, какое, кто помнит, кто напомнит мне, греческое слово, которое переведено как Крещение. Вот, кто быстрее у нас сообразит и ответит, такая прямая викторина в эфире. Слово Крещение, Слово Крещение, в общем-то, это уже русское слово, Крещение, вот, а, значит, в оригинале, в греческом Новом Завете стоит слово какое, которое переведено как Крещение, кто помнит. Вот, и это слово очень интересное. Значит, я подожду, кто может вспомнит, вот, мне так интереснее даже будет с вами связь. Спасибо за Слово Божье в простоте. Слава Богу. Ну, вот, Андрей, или кто еще из присутствующих, вот, значит, в сети, как слово, какое слово греческое стоит в Новом Завете, которое переведено как Крещение. Вот, Иисус говорит, кто будет веровать, и на греческом дальше слово, креститься будет, да, кто будет спасен, а кто не будет веровать, будет осужден. Вот, и это слово интересное, потому что в старом греческом языке это слово имело, ну, несколько другое значение. Да, правильно. Богдан, спасибо огромное. Баптизо, совершенно верно, спасибо. Пусть Бог вас благоставит, Богдан. Слово Баптизо. Баптизо, это слово в современном греческом языке, любой словарь, откройте, я себе на телефон скачал разные словари специально для этого, чтобы просматривать, смотреть. Значит, так вот, в современном греческом языке Баптизо, это окунание, погружение. Но по тексту этого слова, по смыслу этого слова, в современном звучании, это имеется в виду временное окунание, погружение, и тут же тебя снова достают. И поэтому, вот, современные, ну, как бы, в средние века еще, и вот и современные многие, вот, проповедники, чаще всего имеют в виду водное крещение, погружение в воду. Но дело в том, что в старом греческом языке Баптизо означало не просто окунание, погружение, а несколько иное было звучание этого слова во времена Нового Завета, во времена написания Нового Завета, и даже лет за 300 до написания Нового Завета. Потому что это слово Баптизо, оно древнее слово, старое слово, и Божий Дух Святой использовал вдохновение апостолов, вдохновлял апостолов, и использовал это слово для обозначения чего-то очень важного, переживания очень важного. Так вот, Баптизо в старом греческом означало погрузиться, окунуться и там, и остаться, и полностью пропитаться всем этим, просолиться. Баптизо использовалось в Древней Греции до написания Нового Завета еще, и в те времена, когда написался, был писан Новый Завет. Так вот, он использовался для описания солень-огурцов. О, кстати, сегодня я отварил картошечки, значит, свеклу отварил, у меня руки еще до сих пор красные, как бы думал, еле отмыл, думал, как кровь у меня на руках. Но это не кровь, это просто свеклу чистил сегодня, и вот поэтому у меня пальцы до сих пор красные. Натуральный краситель, очень сильный, сильнейший краситель. Вот, я здесь, у меня здесь за столом, здесь, у меня здесь и свекла еще есть, и картошечка есть еще. Вот, и я уже домой пришел, думал, шел сюда на квартиру, думаю, надо же, ну, вот, не хватает еще огурчиков, думаю. Вот, думаю, ну, как бы, сейчас, может, винигрет бы какой-то сделал, что-то, ну, с огурчиками солеными. Вот, значит, и, и вот, представляете, значит, пришел сюда, а мне утром Алексей Иванович, наш благочинный, он привез, значит, там, вот, картошечки привез, значит, там, значит, там, морковку, ой, да, там, значит, качан капусты, и какие-то банки еще две стояли. Я, как бы, значит, уже пришел сюда, а с мыслями нужны бы огурчики. И, представляете, банка огурцов стоит там, соленых, хороших огурцов. Вот, я уже поел сегодня соленые огурчики, пообедал. Вот один из них еще остался, настоящий. А запах такой, вот, камера, жалко, не передает ароматы. Он пахнет и чесночком, и травкой какой-то. Ах, про соленый, вообще, ну, просто сказка, хрустит, вообще, вкуснятина невероятная. Вот, и я сегодня отобедал с солеными еще и огурчиками. Вот, так я к чему это все рассказываю? Значит, дело в том, что Баптизо использовалось для писания соления огурцов. Да, да, значит, я не знаю, кто из вас любит огурцы соленые, я его очень люблю. Вот, Богдан, брат и другие братья, может, кто любит из вас малосол? Есть такие любители малосола? Вот, я знаю, что есть фанаты малосола. Малосол, это как бы вот, у него своя прелесть, да, у малосольного огурца, в отличие от соленого. Это соленый. Да, слава Богу, есть любители малосола. Но малосол греки не называли Баптизо. Баптизо называли только вот такой огурец, который полностью просолился. Потому что малосол, у него, конечно, своя прелесть есть. Он на шкурке соленый, как бы, да, а внутри он сохраняет аромат свежести. И вот это сочетание, как бы, свежего и соленого создает такое, как сказать, ну, особенное такое вкусовое, особенно вкусовое такое, ну, как бы, переживание, будем так говорить, гастрономическое такое чудо. Поэтому малосол очень многие люди любят, на самом деле. Вот, и греки тоже любили малосол. Но для объяснения, но для объяснения Баптизо малосол не использовался. А огурец соленый, вот, он считался Баптизо. То есть, когда соль была внутри уже огурца. Имейте соль в себе. Помните, что говорится в Новом Завете, да? Да. Значит, так вот, и соль, чтобы была внутри огурца. И вот мы, как тоже, как огурцы, ты и я. Так что, вот, товарищи огурцы и огурчихи. Так вот, мы, как огурцы, на огороде растем, на поле этого мира. И Бог нас срывает с грядки и прямо в катки помещает. И с грядки прямо в катки. И мы просаливаемся. Вот совершается Баптизо. Бог в рассол помещает нас своей любви, в рассол своего божества. Значит, и там и чесночок, и перчик, там и травка, и соль вся в Боге нашем. И когда мы погружаемся в его катку, будем так говорить, да? В его естество. То мы просаливаемся всем этим, и соль внутрь нас попадает. И мы просаливаемся самим Богом. Поэтому, действительно, вот именно Баптизо, я поясняю. Кстати, вот когда я у себя в церкви здесь пояснял, тоже, значит, то, значит, мы соленые огурцы резали, значит, и раздавали. Люди кушали, понимали, как бы еще, ну, как бы именно, вот именно для лучшего вразумления, что ли, для лучшего понимания. Вот порой такие нужны визуальные вещи. Или же попробовать, или же послушать, понюхать, вот попробовать на вкус, допустим, чтобы запоминать. Поэтому, вот я понял по комментариям, многие любят огурчики. Не только я один люблю. Вот, значит, и огурец, это вот просоленный, это прообраз как раз человека, пропитавшегося Богом. Поэтому, погружа, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто погрузится в Бога, да, и пропитается им, отцом, сущностью отца, сущностью сына, сущностью Духа Святого, вот, то будет спасен. Пусть Господь Бог благоставит всех вас, дорогие друзья. Так что, товарищи огурцы, в катке, и первая заповедь огурца, христианского какая, не дергаться, просаливаться, пропитываться самим Богом. Погрузиться в Бога и пропитаться им. Вот так вот. Вот такая наглядная иллюстрация. Я, в общем-то, поясняю баптизу вот на примере этих соленых огурцов часто. А еще, кстати, в Древней, тоже Греции, помимо соления огурцов, это слово, баптизу, еще использовалось для описания прокраски тканей. Значит, и когда ткань прокрашивалась, значит, и, знаете ли, если она по-настоящему не халтура, а по-настоящему она прокрашивалась так, чтобы краска с нее больше при стирке, допустим, не выделялась, чтобы никакие варки, парки, стирки не были страшны этой ткани. То люди, ответственные, компетентные такие товарищи, в каждом полисе были такие, наподобие как ОТК, что ли, контролировали качество. То есть и в Древней Греции тоже хотели защитить потребителей, как бы, от мошенничества, от подделок, от недобросовестных производителей. И вот эти специальные назначенные товарищи от полиса, от города, они приходили, допустим, брали специально отрезы тканей прокрашенных и отдавали женщинам. А те стирали их, варили, парили, все, значит, как бы, все, что только не делали с этими тканями. И вот если с нее начинала краска выделяться, значит, и если уже качество, ну, как бы, ухудшалось продукции, то тогда, значит, слово баптизу не употреблялось по отношению к этой ткани. Тогда, значит, действительно, значит, люди, значит, ну, как, их браковали, будем так говорить, производство. Вот, значит, а если ткань оставалась такой же яркой, такой же красочной, да, краска не исчезала, не тускнела, не выделялась эта краска при стирках, тогда вот эти вот, как раз, ответственные товарищи, они провозглашали баптизу. Знаете ли, в древнем мире, в том, о котором я рассказываю сейчас, в Древней Греции, Рим, в Древней Греции, допустим, эта ткань прокрашивалась пурпуром. Пурпурная ткань, красная эта ткань, считалась как раз царской, дорогой. И, представляете, сегодня я так рассуждаю, нам, верующим, нам, христианам, нужно пропитываться кровью Иисуса Христа. Потому что мы спасены благодаря крови Иисуса Христа. Только лишь благодаря крови самого Спасителя Иисуса Христа я спасен для вечной жизни, я исцелен, освобожден для вечной жизни. И поэтому, вот, пропитываюсь, размышляю о крови Христа, Божественной крови Иисуса. Вот, и это великое благо для и каждого отдельного верующего, вот, и, значит, благо для всего тела Иисуса Христа. Так что, дорогие друзья, вот, пусть Бог благоставит всех нас. Вот, пусть Бог благоставит и благодарите Бога за кровь Иисуса Христа, за жертву Иисуса Христа. Значит, и всех благоставляем, всех любим, благоставляем, потому что много очень людей, которые, ну, знаете ли, и в те времена, во времена Христа, значит, люди себя очень по-разному вели. Вот, значит, и далеко не все принимали проповедь Слова Божьего, далеко не все смирялись перед Богом, знаете ли. Но, я знаю, что я сам из семьи атеистов, моя мама, папа, они не верили в Бога, и поэтому были очень далекими от любой религии, знаете ли. Но, по милости Господне, я пережил вот эту встречу с Господом, пережил духовное возрождение, и очень Богу за это благодарен. Слава Богу. Вот, и благоставляю всех вас именем Господнем во имя Иисуса Христа, словами из Библии, словами Божьего благоставения. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу навеки, слава Богу Святому. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, благоставен Господь, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю, братья, сестры, возлюбленные, спасибо огромное за участие, благоставляю всех, всех, кто, как говорят, в теме, или как, есть такое выражение, да, сейчас, в теме. Все, кто во Христе, независимо от конфессии, динаминации, благоставляю, вот, кто еще не познал спасения, да, познают Духом Святым Божьим, да, познают милость Божью и любовь Божью. Потому что Слово сеется везде, порой даже и на дороге, и на каменистой почве, где-то да прорастет точно Божье Слово. Пусть Господь Бог благостает всех вас. Так что благоставляю всех вас. До встречи и на земле, и на небесах, и в эфире, снова в эфире. Я постараюсь каждый вечер выходить в эфир, вот, в 17.00 по киевскому времени, и, может быть, даже и чуть пораньше получится выходить. Вот, так что благоставляю всех вас во имя Христа. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.